Так, ну что, очередной большой перерыв. Всего-то две недели не заходил в игру, и когда в последний раз я тут был, была версия 1.8.1, по-моему, а сейчас внезапно версия 1.11, там пришлось докачать огромные просто объёмы данных. Наверное, за это время игра сильно поменялась, и я сразу это замечу. Ну что, ребят, давайте посмотрим. Три, два, один. Ничего не поменялось! Три, два, один. Три, два, один. Поехали. 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 Делал. Прерыв на пару недель. Чтобы закрыть долги. И. Реально. Я думал, что. Игра за это время прям сна и сильно изменится. Потому что. Версия реально жестко. Поменялась. Игра куча всего докачала. И. Ну на самом деле. Окей. Не буду врать. Скорее всего поменялась. Как минимум второй сезон. Начался. Реминисс. Нам. Четвертая глава. Появилась. Мне игра еще любезно сообщила, что у меня осколки переформатированы в осколке второго сезона, а те, что нет, или я, я не помню, как, короче, это все работает, но, в общем, теперь у меня дофига нитей для прокачки моих людей, вот. Что еще? План на этот мини-сезон, это, разумеется, третья глава, для тех, кто не знает, я в августе уезжаю в отпуск, ну, для бустеров это информация больше, и до этого времени нужно закончить третью главу. Я уже не говорю про Hell's Chicken, заметки Данте, которые открываются потом, но, хотя бы главу нужно успеть закончить. Кстати, обязательно напишите насчет звука после этого выпуска, потому что мне взгляло в голову полностью обновить систему, и я заново все настраивал, поэтому, может, как-то все быть немножко иначе. Давайте посмотрим, что у нас есть, 14 уровень, кстати, да, может быть, полным-полно ребят подписалось за это время, нифига, смотри, разные цвета теперь. Да ладно, теперь, серьезно, а это раньше было? Я что-то не помню, ну, чтобы разные вот эти вот рамочки были, имеется в виду. Все больше и больше ребят 50 уровня, да, 37 ребят, и, разумеется, мне вот ребята говорили, что в особо каких-то интересных боях можно просто использовать саппортов, то есть персонажей друзей тем самым жестко себе облегчая жизнь, и, ну, так, скорее всего, я и буду, если что, поступать, не имеет смысла страдать самостоятельно, но, зато огромная куча луноси, ну, неудивительно, ведь там, скорее всего, была куча компенсаций на выходе крупного апдейта, и сейчас мы будем крутить, да, и у нас новый, блин, Limbo Spas, который можно закрывать, 122 дня, у нас времени есть, это, ну, несколько месяцев. Четвертая глава, и вообще второй сезон, насколько я понял, посвящены Иссану, я переводил, на самом деле, опенинг этого сезона, и вот так вот вжух, мы получили, я говорю, мы получили еще одну штуку, плюс теперь можно будет намного быстрее прокачивать уровни, ну, как минимум, иногда хотя бы можно было бы ходить в Миррор Данжены, например, но люди, как вроде, предостерегли меня, что, ну, не имеет смысла, типа, ходить в Миррор Данж, можно спойлеров наловиться еще больше насчет третьей главы, и лучше, ну, сначала хотя бы ее пройти, но вы мне, ребят, скажите, там, типа, что, теперь, типа, из четвертой главы тоже появляются какие-то персонажи, задники и все такое прочее, если так, то это очень странное решение со стороны Мунов, типа, открывается довольно рано эта штука, и, типа, спойлерит то, что ты еще не прошел, как-то, ну, такое, так что, сезон 2, я могу их? Давайте сделаем вот так, чтобы они, как бы, сверху вниз накапливались, ну, и, как бы, первое показывается, будет, как знак нашего обновления, ну, и давайте сделаем экстракшн сразу, Мерсу, новая идентичность, и вот это вот, что такое, я не совсем понимаю, какие-то новые ребята, там, хитклиф, это вот что такое, что это такое, какие-то особые ресы, В ходе баннера можно получить идеальный си-санга, основываясь на количестве экстракций, что вы сделали А, и после сбора определенного количества, можно их обменять на... А, прикольно! Это новая какая-то фишка, ну, давай, крутанем, почему бы и нет? Может быть, повезет в начале сезона? Блин, как меня постоянно поражает, боже, какой он невыспавшийся, ё-моё, у него как будто глаза в разные стороны смотрят, это жутковато Я после месяца, проведенной в больничке в январе, с травмой глаза, это прекрасно понимаем И вот этот вот протез грубый, блин, как вообще вот этот вот Григор, в любой своей идентичности или в эго, у него рука постоянно Это то ли протез, то ли какая-то мутация, то ли еще какая-то фигня, блин, он курит постоянно Да, хей, привет, рад встрече, и винтика не найдется, да Это вот прям так идеально подчеркивает его индивидуальность Корректировщик из мастерской, Роуз Панер, не совсем я понимаю, что такое, но не суть Потом, может быть, как-нибудь вставку буду делать Все увидят, все узнают Это, я насколько знаю, ну, из нового, да, второй сезон Идентичность, очередная мастерская какая-то, да Как будто бы из подворотен В общем, очень любопытно Как все вот это вот открывается Можно, конечно, еще крутануть, а что-то А, смотри, у нас Смотри, все это в отдельный фра, эти самые, перенесли Ну, это прикольно Да, еще для тех, кто не знает, давайте Я про это уже говорил, когда делал вставочку Ну, какую-то там вставочек касательно Артбука, но скажу еще раз Для тех, кто не в курсе, меня не совсем устраивает Пока что, как минимум, лимбусовская прогрессия, которая тебя Вообще никак не склоняет к тому, чтобы учиться играть в эту игру Потому что все одноклеточное Все не требует глубокого погружения в вопрос Потому что я до этого даже вообще Рандомно выбирая людей на любые приемы Рандомно кастуя скиллы Все проходил с первого раза Боссов, аномалии, вообще все И мне ребята написали, что и третья глава, и то, что вышло насчет четвертой главы Оно тоже не требует особо вот этого вот дела И это, с одной стороны, как бы логично Потому что, ну, типа, это сюжет, который, ну, типа, должны увидеть всем А если ты хочешь пострадать, то ты в какой-то хардкент идешь Ну, я не знаю, он тут есть или нет Именно поэтому я, когда вначале увидел переусложненную, как мне показалось по сравнению с началом Любой предыдущей игры Мунов Систему, при этом, ну, этого не требовалось Узнавать Я на это просто забил И сказал, нафиг мне это нужно А, однако между вот второй и третьей главой Перерыв я немножко посвятил времени Касательном исследованию механики игры И не потому, что мне это хотелось, захотелось внезапно Не потому, что вы меня к этому склоняли А просто на всякий случай Чтобы потом, когда мне уже станет окончательно наплевать Я не оставался с нулевым просто уровнем знаний по механикам Вот Ну и плюс это вам добавляет нервикам Так что я, как минимум, выучил Что из себя представляет каждый цвет греха Я их теперь наизусть помню Примерно оценил каждую идентичность Из имеющихся у меня И эго Что они из себя представляют Какие там механики Вот Насчет каких-то эффективных сборок Я не вижу смысла Потому что Ну, оно и до этого проходилось наизу Я, скорее всего, буду проходить так же, как и проходил Просто теперь с пониманием Что я делаю хотя бы Вот Так что Вот этого Синклера, которого я прокачал на 20-е Я уберу Потому что Он страшный У него механики такие конченые На саморазрушение направленные Вот на вот это вот все Да, у него очень жесткие Способности Но я его Поприберегу На когда-нибудь потом Так что Оставим вот этого Синклера Мариачи Я не хочу Просто дропать Люто Мораль Самого этого Синклера Жесткая И мораль всех окружающих Так что Остановимся вот на этом Вот Такая вот команда 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 Ух Ну, а Насчет вот этих вот новых Идентичностей Я их просто добавлю себе В список То бишь Я даже таблицу составил Где сравнивается Там и КП И скорость И защита И атаки И резисты И способности Чтобы мне Ну Было Удобнее Быстро Собирать Какие-то там Билды Но я чувствую Что Моны могли за все Вот это вот время Поменять Полностью статы Как я это уже вижу Сейчас Потому что было там За сотку Каждой идентичности А теперь Как-то все Как-то Не так И вот Серьезно Если вся моя система Пошла прахом Из-за этого Ну Значит Просто буду Эффективными комбинациями Пользоваться Из интернетов И Ну Ну и все Как-то так Ивен полностью исчез Отсюда Люкскавейшены Никак не изменились Будем сюда иногда Входить Можно было бы Знаете Посмотреть Все-таки Знакомые нам Аномалии Из Фармонитей Потому что Мне сказали Что да Действительно Только Две новые Аномалии Которые Вот тут вот есть Может быть Они поменялись Вроде бы нет Вот А те аномалии Которые у нас Уже были Они Просто Как-то Иначе Немножко Работают Пожирнее Побольнее Бьют Так что Давайте посмотрим Нам бы тут Пригодилось Вот это вот Юсфултайп Это имеется ввиду Ну Как бы Блин Прикиньте Вылетело из головы Тип урона Который мы Должны Интересно Вносить Или что То есть Тут же Тоже Типа Двадцатый Уровень Требуется К вот этому Вот всему И у меня Куча Непрокаченных Идентичностей Я посмотрел Они действительно Ну Все из себя Представляют Нормальные Такие Как бы Это сказать Нормальных Персонажей Да И вот Мне интересно Ребят Вы напишите Типа Кто-нибудь Использует Идентичности Однозвездочные Или типа Оно Нерелевантно По сравнению С двумя Испремя Звездами Скажем так Ну В целом То есть я понимаю Что можно юзать Такие команды Но Но мне просто Интересно А пока Дайте мне Немножко Проявить Скажем так Творческой жилке И Собрать реально Типа На гнев Команду Ребята Я тут это самое В первые жизни Улучшил идентичность До третьего левела Как вы могли увидеть Это был Хон Лу Ну Раз уж Мне Выдали Огромное Количество нитей Кстати говоря Вот То есть там Буквально уходит На Двух Звездной Идентичности По моему 50 нитей Чтоб полностью Замаксить По Левелу По рангу Скажем так И Я смотрю История тут Полагается Сразу Я понимаю Что это можно Посмотреть Типа Совсем Отдельно Но Раз уж Это наша Дебютная Такая штука Почему бы и нет Может быть Я их буду Сразу добавлять В серии Вот эти вот Вставки За истории Но Но не знаю Вот число По идее По хорошему Были заливать Отдельно Да Чтобы людям Потом Не приходилось Искать Все это дело Может быть Они совсем Маленькие Эти истории Будут Альтернативных Версий Наших Персонажей Так что Давайте Посмотрим Да Скорее всего Потом Это все Будет Залито Отдельным Образом Чисто Где Будет Просто Текст Хотя Я Не знаю Это дело Такое Это ж нужно Переводить Там делать Вещи Ну Вам Нравится В космос Мисс Фауст Они же Типа В своей Уютной Вселенной Где Они все Были Ну Этими Сотрудниками Из Ассоциации Лью Где Хун Лу Вроде как Как наставник Работает Из пятой Секции Который Варит Чаи Ну То бишь Мы там Видели По Ну По Этой По Его Фраз Забавно Что это Не озвучено Как бы Это Сказать Несмотря На то Что Запах Довольно Сильный Вкусно Удивление Ну Типа Мягкий Да Не такой Жесткий Как это Вообще Физически Возможно Да Наш Такая Тоже Остается Всезнайка Даже Здесь То бишь Запах Невероятно Мощный А вкусно Такой Спокойный Типа Того Глаза Дитя Засияли Как бы Так сказать Нефритовым Оттенком Что это Интересно Типа Ну Сам Он Нефрит Или Его Глаза Всегда Оставались Такого Цвета Ну Типа И пусть Они Всегда Остаются Такого Цвета Иногда Они Сияют Ярче Чем Обычно Есть Есть Моменты Наступают То Это Один Из Них Типа Так и Есть Это Настоящее Чудо Этого Винтажного Чая Этого Этого Сорта Винтажного Ребенок Для Моей Семьи Более Чем Два Десятилетия Взращиваемые В идеальных Как бы так сказать В идеальных Необстоятельствах Условия Да Он Практически Бесстенен Да То есть Забавно Что он Даже Здесь Считается Таким Невероятным Элитным Чуваком Который Даже Чи Подает В дорогой Посуде Невероятные Редкости Все Вот Говорят Что Да Там В зависимости От разных Вселенных Ну Напоминает Аж Типа Хон Луис Параллельной Вселенной Такой Отголосок Отражения Типа Того Основные Какие-то Фишки Остаются Такими Какие Они Были Типа Что это Что это За слово Типа И Санг же За идеальность И вот это Вот все Такое Прочее Либо он Поперхнулся Просто Другое Дитя Сидящее Рядом С ним Пару Рас Кашлянул Как будто Он Подавился Чаем Типа Того Но Мне Интересно Если Какая-то Причина Платить Такую Цену За Как бы Это Лучше Сказать Просто Ароматную Воду Да Это Типа Ароматная Вода С легким Вкусом Такая Знаешь Чисто Невежа Если Какой-то Смысл Вообще Такой Цены Типа Того Просто Вкус Слишком Нежный У этого Чая Для тех Чей Язык Слишком Перенасыщен Дешевым Да Чем Потому что Дешевизна Она вся Такая Типа За яркость Вкусов И всего Такого Прочего Чтобы Типа Заявить О себе Что Типа Я самый лучший Чай Хотя На самом деле Ценители Скажут Что Это Просто Бурда Вот Настоящий Чай Это Вот оно Блин Просто Знаете Вот что Такое Вот эти Небольшие Вставки С альтернативных Сюжетов Это Сайдстори Из библиотеки Которые Было Там Девять Штук Где Ну Просто Наши Ребята Чилили Вне Сюжета Это Ведь По факту То же Самое И пусть Это Альтернативные Персонажи Да Я сейчас В сюжетке Хонду Блин Проведу Больше Времени Чем В сюжетной Главе Начало Того Что У нас Будет Что Музыка Остановилась Она Прямо Поставила Чашку Типа Того Как будто Булна Холода Достаточно Холодная Чтобы Чай В чашках Заморозить Как будто Букру Жил Стол Типа Того Разумеется Чай Остался Таким же Теплым Как и Был Может быть Типа Ее Задело То Что Он Как бы Сказал Что Типа Но Может быть Типа Для взглядов Простакает И покажется Обычным Чаем Каким Но Это Типа Ну Понимаете Да Он Так Ее Подколол В этом Плане И Ее Это Прям Задело Типа Кто-то Назвал Ее Простушкой В какой-то Степени И Сам Такой Разредить Обстановку Мне Казалось Мы Здесь Для того Чтобы Тут Спорить За Чай Блин Да Кон Лу Это Просто Новая Бина В плане Чая Я Смотрю Его Напоминание Вдохнуло Немного Жизни Да В подостывший Разговор Типа Того Да Разумеется Вы Типа Хотели Поговорить Насчет Последней Миссии Не Так Ли Так Вот Спешка Так Так И Есть Если Быть Более Точным Насчет Твоего Левого Глаза Да Кстати У него же Типа Дихромия Уханлу Что Типа У него Каждый Глаз Разного Цвета Может Тут Немножко Подраскроют В этой Хотя бы Вселенной Почему Так Ну Либо Это Просто Генетика Какая Хотя Левый Глаз У него Типа Такой Супер Яркий Неадекват Даже Чего Типа Того Дитя Продолжил Пить Свой Чай Таинственно Улыбаясь На его Лице Как будто Б Взмешалась Еле Заметная Пенка Таинственной Эмоции Изнутри Вся Вот Эта Встреча Она Как будто Б Реальная Чашка Чая Типа Чашка Чая Подустыла Как будто Ну Разговор Немножко В не то Русло Пошел Чашка Чая Стала Такой Же Да Огонек Набежал Пенка И все Такое Прочее Это Ну Забавный Референс Такой Особенно Что я Прозвал Эту версию Ханлу Если бы У него Было Конечно Свою Эго Отдельное Аромат Скорее Всего Вау А это Вот Новая Наша Версия Ханлу Я вот Как раз Таки Хотел Использовать Ну То есть Вот этот Вот арт Для того Чтобы Рассказывать Истории Наших Новых Ребят Да посмотрим Может быть Там какие-то Будут Отдельные Вставки На фразы И вот Куда-то Это дело И можно Вставить Но это Не знаю Я пока Не решил Боже Какие они Прикольные С этим Пламенным Оружием Вот эти Боевые Китайские Искусства Как Лью Подраскрывается С этого Всего Я так Думаю Ну что Типа Мои Глаза Ярко Сияют Да И это Абсолютная Норма Так что Неудивительно Что Вам Стало Интересно То есть Они увидели В предыдущем Бою Вот это Вот Зрелище И Просто Собрались За отдыхом Поговорить Типа Че Такое Почему Так Блин Он так Сияет Просто Невероятно И Фаус Говорит В то время Как Человеческие Глаза Очень Похожи На Механические Линзы И Камеры У них Нету Такой Способности Излучать Подобное Количество Света Как будто Они прям Сияют Изнутри Может быть Окажется Что Уханлу Это протез Какой-то Глазной Или Чего-то Вроде Это Интересно Было Бы Беловлаз Леди Холодно Прервала Да Вот это Бахвальство Дальнейшее Дитя Типа Просто Скажи мне Что такое Мне стало Интересно Даже Говорит Исан Если это Какой-нибудь Протез Вместо Глаза Все равно Как-то Это все Необычно Почему Такому Напыщенному Человеку Такому Кто Даже Гостей Способен Супер Дорогим Чаем Поить Да Делать себе Настолько Заметный Механический Продук Да Если Можно Просто Взять Замутить Обычный Протез Или Органическую Замену В этой Вселенной Я чувствую На деньги За деньги Можно Все Сделать Это Реально Интересный Вопрос Ихонлу Говорит Всем Чем я Родился Изменить Это Не Получится Что Для них Я был Настоящим Самоцветом В виде Ребенка Чтобы Это Пусть В словах Детям И Улавливалась Некая Дрожь Для Других Посетителей Из-за Его Столов Скорее Всего Она Осталась Незамеченной То есть Уже Понятно Что Уханлу Какие-то С семьей Проблемы Он же Так Просто Не ушел Из богатой Семьи Чтобы В Лимбус Ступить Может быть Не знаю Может быть Его Изгнали Может Он Сам Ушел Может Он Честь Запятнал Или Чего-то Вроде Того Но Он же Сам Говорил Что Когда Нибудь Я Вернусь Обратно В Семью Это Будет Так Весело Представить Вас Всех Своему Отцу Ну Моему Это Интересно Интересно Блин Тут Капец Тут Целая Блин История Это Ж Все Невероятно Интересно Но Успешес Означает Типа Благоприятное Типа Это Была Определенно Точно Благоприятная Вещь Или Типа Знак Чего-то Вроде Того Что Типа Благоприятный Знак Да Вот Это Вот Дитя Боялся Что Не будет способа Узнать Когда Его Глаз Может Засиять Что Это Означает Что Типа Может Быть Это Какая-то Кровь Типа 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 Как Знаешь В таких Семьях Бывает Родословная Показатель Чего-то Вроде Того И Может Быть Он Типа Родился С Тихим Глазом Да То Это Не Протез Ничего И В результате Каких-то Событий Этот Глаз У него Засиял Как Показатель Чего-то Это Не знаю Это Пока Не Совсем Не Понятно Но Если Вот Так Вот Посмотреть Даже На Символ Хонлу Там Вот Тот же Самый Глаз Нарисован В Тумане В каком-то Как будто Это Самая Важная Вещь Блин В этом Хонлу И Вот Это Меня Очень Удивляет Как Это Вообще Чему Это Вообще У У У У Менялся Хонлу Я думаю Я его Оставлю В усиленной Версии Почему Бы Нет Осталось Только Его Конечно Прокачать Но Такое Чувство Как будто Бы Стало Опыта Меньше Даваться С А Ну да Разумеется Сейчас бы Использовать Не те Тикеты Да ладно Как будто Было Реально Стало Меньше Опыта Даваться С Этого Всего И вот Серьезно Такое Чувство Как будто Вы Полностью Перебалансировали Атаки Защиты ХП И все Такое Прочее Меня Это Немножко Тревожит Но У нас Есть Первый Прокаченный Первая Прокаченная Идентичность На Третий Тир Ну Не считая Базовый Блин Я чувствую Эта серия Будет Такой Возвратной И Может Быть Мы В ней Только Только Войдем Блин В Третью Главу Ребят Все нормально Это Считайте Таким Как бы Это Сказать Новым Прологом Для меня Потому что Я Не то Чтобы Заново Учить Серии Записывать Но Мне Нужно Хотя Немножко Пробуксовки Следующая Серия Я думаю Будет Ну Такой Нормальной Плюс Я Заново Смотрю Что Тут Нового Появилось В Эй Игре Мир Данжены А Че Они Нет Новых Не Появилось Там Вроде Бы Говорили Что Новые Должны Мир Данжены Ввести Или Это Будет Немножко Позже Все Таки Давайте Сходим В Люкскавейшн Просто Чтобы Немножко Размяться Ну Да Как бы Я Для Этого И Собирал Команду И Такой Решил Повысить Окей Ладно Давайте Не будем Слишком Париться И Просто Я Возьму Прокаченных Ребят И Все Чтобы Не затягивать Серию Дальше Мне просто Интересно Стало Ребята Сказали Там Какие-то Уникальные Задники Ономали Будут Если Вот Так Вот Сюда Заходить Сейчас Увидим Ну Просто Интересно Да Смотри Ну Типа Яблоко Ябонитовой Королева У нее Реально Уникальный Задник Не Ну Слушай Ну Вот На Такое Стоило Посмотреть Это Определенно Точно Может Быть Все Таки Когда Мы будем Заходить Смотреть Вот Эти Вот Новые Задники У Аномали Это Ведь Тот Самый Задник Где Откуда Эго Леджер Думейн Да Ну От Этого Грегора Точно Такой Же Вид Точно Такой Терновый Лес Очень Похоже Конечно На Яблоко Белоснежки Обычно Я уже Честно Говорю Не Помню Как С Этой Аномали Работать Да Она Как Бьет Накладывает Эти Самые Ну Накладывает Кровотечения Накладывает Байн Пока Корни Не сломаны Корни Дают Еще И От Пауэр Рукам То бишь Самый Такой Слабенький Да И Мы Не Знаем Что С Ним Будет Если Его Сломать Но По-моему Эта Штука Застагерится Или Чего-то Вроде Того Мне Нужно Немножко Это Самое Немножко Больше Воспоминаний Мы Ничего Не Знаем Про Нее Чему У нее Слабости Или Чего-то Вроде Того Потому Что Мы Типа Недостаточно Раз С ней Встречались Поэтому Бьем Как Обычно Ну Игра Кстати Станет Громкой Или Чего-то Вроде Того Обязательно Пишите Да Бьем По Корням Можно Просто Было Винрейд Подрубить И все Я думаю Сюда Ребята Тоже Со Временем Ходят Чисто На Авторасчете Но У меня Не Так Много Ребят 20 Левела Которые Ну Нормально Как Меним Будут Се Чувствовать Здесь Поэтому Пока Приходится Думать Прямо Как Было Сом Тем Помните Думаю Мы можем Попробовать Избавиться От ветви А тут Интересно Ивенты Будут Связаны С Этим Вот Всем Или Как Прямо Реально Интересно Нужно Избавиться От Фруктов В том Числе Отвечать На Атаки Этой Сволочи Тоже Было Бы Неплохо Закрется У нас Ачивки Не ачивки А пассивки Разблокируюсь Там На Добавление Чержа И все Такое Прочее Опять Я скорее всего Не буду Большого Внимания Ну Как бы Прилагать К этому Да Пока Не станет Реально Тяжело Когда Придется Думать Блин Но Слушай Бьет Прям Ну так Неплохо Потому Потому Что Смысл Чересчур Задумываться О вещах Которые Так И так Пройдутся Без Особой Сложности Мысл Да Мы сломали Фрукт Сердце Разорвано На тысячу Сердце Разорвано На тысячу Фрагментов Должно Быть Спрятано От Глаз Закопано В землю И Само Короче Переплетено Своими Корнями Это Вот Прорасколото Яблоко Кто-то Должен Вырвать Эти Ошипованные Да Корни Чтобы Больше Типа Под землей Не оставалось Да Сокрытых Ран Грешники Переглядываются Эм М? Ну да Что типа Шипы Очень острые И каждый Хотел бы Избежать Подобного Опыта Быть Пронзенным Но кто-то Должен Это сделать Кто-то С высоким Гневом А вот Почему Гнев Высокий Нужен Но у нас У всех Нормально Возьмем Просто 517 Да Возьмем У кого там Больше Вот это Вот И все Хорошо Полу Подходит На Трясущихся Ногах И голыми руками Он Прорывает Корни По-моему Корни Сейчас просто Перестанут Действовать И все Да В руках Грешника Сомнений Остальных И грешник Понимает Что Пусть Раны Могут Вылечиться А недоверие Еще глубже Сможет укорениться В их сердце Ну то есть Типа Физически Раны Заживают А ментальные Психологические Это Такое Корни Корни Все Корни Все Бонусы Работают На повышение Хосты Дамага Тут Вот Берна Плюс Я изучил Как работают Плюс Минус Все Вот Эти Вот Ну Вы понимаете То есть Корни Они в принципе Не работают Все Еще Они все Еще Будут Бить Просто Энтанглин Рутс Не работает Окей Нужно 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 С корнями Разобраться И будет Гораздо Проще Просто В разы Бить Даже На 5 Монеток Например Это Жестко Вот Серьезно Вы Здесь Будто Аномалии Жестче Ну Очевидно Они Жестче Чем Когда Мы По сюжету Встречали Давай Винрей Попробуем Просто Ради Интересно Может Быть Игра Играет Лоджи Тем Я Одна Скорее Это Всего Да Но Урон Проходит Да Тоже Неплохо Но Все Равно Блин Усиление Больше Чем Смысла Хорош О Нифига Смотри То есть Улучшенных Это Типа Сейчас Так Или Подожди Слушай Это Было Рук Снова Возродился Может Быть Есть Способ Краса Навсегда Его Уничтожить Тут Надо От Корней Избавиться Думается Мне Да Попытаться По крайней Мере Типа Того Там Просто Усиление Жесткие Можно Конечно Просто Корни Оглушить Мне Вот Интересно Если Часть Тела Дающая Пассив Оглушена Она Будет Пассив Продолжать Даваться Или Нет Я думаю Это Мне Пригодится Минус Рукам Руки По-моему Тоже Восстанавливаются Но Это Не точно Сама Сама Аномалия Практически Полностью Уже Мертва Грешники Вглядываются В Лицо Этой Штуки Они Как будто Б Вглядываются В Расколотые Воспоминания Внутри Блин Яблоко Вот Вот Там Полным Полно Дыр Ставленных Вредителей Подчервивая Как яблоко Да Что 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 имеется Ввиду Типа Когда Яблоко Ярко Красное Спелое Оно Я вот Не совсем Понимаю Да Или Имеется Ввиду Что Типа Когда Яблоко Яркое Спелое Да К нему Никаких Претензий Да Всем Оно Нравится А когда Яблоко Становится Коричневым Высыхает Гниет Трескается Привлекает Нежших Созданий Оно Уже Становится Больше Ну Никому Не нужно Все Бросают Тогда Оно Своё Золотистое Сияние Сталкивается С ним Забавно Ведь Финальная Аномалия С первой Главы Это было Золотое Яблоко Которое Гнилое Причем Гнилее Чем Возможно Это только Гляшники Знаю Ну Типа Понимаю Что Настало Время Придать Яблоко Земле Мне кажется Или не было Вот такого Раньше Мы только От корней Избавлялись Нужна Гордость Ну У нас Есть У нас Даже Статы Есть Хорошая Ну Вот И Сан Придает Яблоко Земле Оно Падает С Глухим Ударом Жизненная Сила Покинула Этот Фрукт Очень Давно Осталась Только Гниль Типа Тавон Эта Атака Позволяет Грешникам Немножко Отдохнуть Фрукт Сломан Типа Навсегда Сломан Имеется Ввиду И Яблоко Застагерено Хорошо Это новое Нет Я все-таки Хочу Хотя Пораду Сходить Каждой Аномалии Из Форма Нити Потому Что Ну Оно Работает Иначе Можно Было Сейчас Просто Эго Зоюзать Но Что-то Не Это Самое Там Урон Конечно С этого Багряного Удара И Там Даже Вот Серьезный Глаз Светит У Этого У Этой Версии Хон Лу Под Конец Мы Вынесли Слушай Это Интересно То есть Мне вот говорили Да ладно Не имеет смысла Сюда Ходить Не знаю Как минимум Хотя Пораду Задник Показать Новые Механики Я думаю Это Имеет Смысл Хотя Иногда Это Делать По крайней Мере Да 15 Левел Слово Хорошо Мне вообще Интересно Сколько Серия Идет Примерно По Времени Я чувствую Ну Полчаса Она Точно Уже Идет Блин Ну Мы Хотя Бо Войдем В новую главу Посмотрим Что она из себя Представляет Да Вот Мне интересно До сих пор Осталось или нет Раньше Здесь было Метро Я помню Вводили в одном Из ивентов Оно сейчас Осталось или нет Напишите Или это просто Я открою И оно Останется Недоступным Было бы Неловко Да У нас Кстати О Нифига Изменили Изменили Внешку Глава Под названием The Unconfronted В 11 Районе Районе Кейкорп Мне казалось Или Кейкорп Это те Кто делали Пули для Лоботомии Типа Лечащие Пули Мне кажется Здесь Другой Раньше Был Символ У меня Ребята Написали Что слово Unconfronted Самое Я не знаю Я потом Нормально Переведу Когда Музыку Буду делать И все Такое Прочее Означает Что Как можно Описать Человека С кучей Самопротиворечий Чего-то Вроде Того Который Максимально Не владать Самим С собой Типа Того И это Очень интересно Кто будет Есть конечно Несколько Кандидатур Особенно Учитывая Конец Ведущей Главы И скорее всего Так все и окажется Но мне говорили Что Третья глава Она Ну типа Жесткая Ну как минимум Была раньше Жесткая Сейчас вроде бы Не очень Когда все это Попачили В плане сюжета Скорее всего Осталась Жесть Мы узнаем Что такое Синее Сверкающее Хамин и Лонг Называется Первая глава Ну типа Типа Спевшись Знаешь как говорят Спелись Спелись вместе Чего-то вроде того Вергири Вергири Знаете После того Ивента Первоапрельского С Вергилифским Кринджом Как-то я Полегче начал К этому всему Относиться Ну и плюс Каждым Проденным Сюжетом Как-то Проще мне В это все Погрузиться Там С персонажами Как-то Не то чтобы Общий язык найти А понимать Вообще Что они Себе представляют И почему они Так что С каждой Новой серией Вроде как Я отношусь К Лимбусу Получше Так вот Он проинформировал Нас Куда мы Отправляемся Дальше Пусть все И выглядят Счастливыми И энергичными Да Особенно учитывая То что Предыдущая Глава Успехом Абсолютным Закончилась Один Из грешников По странному Необычно Реагирует На эту новость Куда мы Отправимся Учитывая то что Каждая точка Назначения Таинственным Образом Связана С определенным Грешником Я Вот сто процентов Уверен что Теперь Что все это было Заранее Кем-то Спланировано Как мы пойдем Что будем делать Каким образом Заберем Ветви Интересно Сможем ли мы ее Получить в этот раз Или в очередной раз Дадим ее Как ее там Звали Герман Узнаем Это как бы Сюжет Так что Сюжет Скорее всего Будет большим Так что Я думаю Это идеальный момент На остаток серии Люди Давным-давно Этот сюжет Прошли Всей вот этой Вот третьей главы Блин Вот серьезно Каждый раз Когда мы сюда Прибываем Абсолютно Разная Подсветка В Мефистофеле Солнце Почти Село И В чреве Локомотива Повис Закат Такой Закатный Свет Блин Она такая Мил Она такая Милаха Блин Она просто едет Напевает Поднос Это собственно Ну типа Она Хаминг Это то и означает Напевать себе Поднос Причем без слов Чисто вот так вот Типа того Рон Напевает Песенку Пока куда-то едет Это все становится Вот серьезно Очень таким Не то чтобы Милым Да Просто персонажи Становятся все более И более знакомыми Знакомыми нам И это очень Здорово Да И Через какое-то время Я Вообще Независимо Вообще От себя Внезапно Понимаю Что в голове У себя Подпеваю Как будто бы Я эту странно По странному Знакомую Песенку Как будто бы Я ее Когда-то Где-то Слышал Но не вслух Типа Вот так Про себя И даже Вергилий Харон Скорее всего Скорее всего Жесть Какая-то В прошлом Произошла Отчего Они такими Мертвыми Внутри Стали И Возможно Это все В Левиапане Рассказано Который мы После моего Отпуска Почитаем И Может быть Тогда я перестану Шикать На Вергилия И пойму Его Как персонажа Да Забавно Что Это еще Ну как бы Созвучно И с пианистом Да Который Разрушил Там целый район Слушай А это не Одиннадцатый Как раз таки Район Который был Пианистом Уничтожен Мне вот прям Интерес По-моему Он Слушай Ну и Само собой Безмолвный Оркестр Где Самое прекрасное Выступление Начинается На руинах Помните Фраза Чего-то Вроде того Заметив Что Я смотрю На водительское Сидение Ну Вергилия Это вот Сказал И даже Так У них Нету Права Полностью Насладиться Ну как бы Благозвучием Их Собственной Музыки Как же Это все Нечестно Да Он как будто Бывает Серьезно Как-то С чем-то Из своего Прошлого Задумался Да В этом плане Говорят Что он В четвертой главе Посвященный Санон По какие подробности Из Левиафана Раскроют Ну чтобы Людям Не обязательно Было читать Вот прям Вот читать Левиафан Посмотрим Мы в любом случае Прочитаем его Скорее всего До Четвертой главы Но это как уже пойдет Может быть Да Харон Ты Как будто бы Сегодня В добром здравии Да В хорошем настроении Сегодня Но как будто Будет серьезно Даже вот рад Что Харон Просто кивает Радость Рождает Пение Ну это как Знаете Как в каком-то Советском фильме Почему люди Когда люди Поют На демонстрациях Да Но нет Люди Поют Когда Они счастливы Или Когда у них Хотя бы Хорошее настроение Ясно Однако Насколько Я помню Ты Напеваешь Песни Наоборот Когда тебе Не очень Радостно Наоборот Когда тебе Грустно Чтобы Ну как бы Немного Подсластить Пилюлю Типа того Харон Ничего Такого Не помнит Интересно Харон Поет Когда Она Счастлива Это Интересно Как будто Там Другая Какая Харон Была В прошлом Ну типа Другая По Ну По Ну Как бы Это Сказать Ну Как Как Идентичность Да Но Вряд ли Такое Было Хотя Не знаю Потом Окажется Что 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 Страшное С ней Случилось В прошлом И у Нее Как ПТСР Все Забылось Перезаписалась Личность Какая Нибудь Ладно Не будем Все Это Не имеет Сейчас Смысла Пока Мы Не Прочитаем Левиафан Не Пройдем Четвертую Главу И Дальнейшую Игру Не Пройдем После Этой Фразы Глаза Вергелия Как будто Бы Подергиваются Непонятной Темной Дымкой Подтянем Именно Такой Бы Цвет Выбрал Был Художник Если Б Он Хотел Изобразить Одиночество Да И Пустоту Слушай Какая Это Вот Такая Непонятная Атмосфера Да В этой Главе С самого Начала Она Не похожа Ни на Первую Главу Ни на Вторую То есть Первая Глава Она Такая Депрессовая С самого Начала Была Вторая Такая Повеселее А тут Как будто Бы Как бы Это Сказать Сплин Такой Какой То Не Скаж Что Прям Горечь Или Грусть Но Чет Спустя Мгновение Эта Дымка Спадается Во глаз Поэтому Я Решаю Как бы Это Сказать Просто Списать Это На Руки Света И Тени Да В Закатном Солнце Не Совсем Понимаю Типа Что Он Имеет В Типа Мир Которому Напевает Корон Ему Не Хватает Звуков И Цветов Она Прошла Сквозь Долгий Туннель Без Света В В Конце То Бишь Она Через Многое Прошла Да В Прошлом Имеется В Виду Я Я Уверен Думаю Думаю Что Хватит С Нас Личных Историй Данте Интересно Такая Вот Прям Удочка Закинута Куда Туда Словно Твоя Работа Управлять Командой А не Сдруживаться Да С Этим Старым Гидом Это Интересно Да То 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 Постепенно Вергилий Становится Просто Каким-то Расколотым Человеком Которого Есть Само Собой Мотивы Быть Таким Какой Он Есть Это Неожиданно Может Быть Просто Я После Перерыва Ну Кто-то Переосмыслил У себя В голове Что Как-то Начал Относиться К этому Всему Интересно Когда Я снова Поднимаю Взгляд На Его Лицо Он Это Намек Да На Горечь Но Скользает Как будто Боево Никогда Не Было И Заменяется Тусклой Улыбкой Я Пару Раскиваю Ему И И Иду Проверить Остальных Грешников Пока Нет Мы Едем Видать В новое Место Пассажиры Нашего Локомотива Пока Что В приподнятом Настроении Да То есть Мы Потусили Преедущей Ночью Мясо Поели Да По заказу Вроде Фишки Может быть Даже На деньги Обменяли Может быть Мы Сдали Ведь Я до сих пор Скажу Я не Понимаю Что Произошло С Саудзи И Элифи Потому что Они просто Исчезли Из сюжета Вот как Мы спустились В подвал Они вот Были Были И потом Вот так По щелчку Просто Исчезли Из сюжета Просто Как будто Были Не Было Никогда Это Очень Странный Либо Ляп Либо Этому Есть Какое То Объяснение Но Если Нет И Они Просто Типа Как будто Были С нами Это Очень Тупо Это Говорит И Неудивительно Учитывая То Что Нам Удалось Нормально Выполнить Задачу И Впервые Золотую Вет Достать Это Так Это Так И Игрешники Наперебой Друг Другу Рассказывают Об их Деяниях В районе Джей Корп Типа Аа Посмотри Помнишь Как я Круто Выступил Там Или Чего-то Вроде Того Помнишь Как мы Баба-яги Сбежали Или Чего-то Вроде Того Как я их Давно Не видел Ё-моё Как ты Даже Соскучился Немножко Эх Вам бы Показать Карты Чё Чё Вы бы Видели Как я Карту Показывала Там Это Было Вообще Невероятно Карту А Или Или Когда Имеется Ввиду Она Заблифовала Или Чего-то Вроде Того Ну Когда Помните Наверху Казино Перед тем Как мы Выиграли Или Чего-то Вроде Того Боже Ты Мой Я Я От Этой С Маблин Скоро Сойду Ты Седьмой Раз Подряд Рассказываешь Давай Тему Хотя Бо Сменим Куда Мы В этот Раз Отправляемся Давайте Это Самое Все Наступил Новый День В этот Раз Мы Отправляемся В Гнездо Кейкорп Район 11 Работа Да Действительно Меня В Такие Места Заводит Которые Никогда Я Не Надеялся Посетить Блин Это Дунки Ход Я Я Даже Я Даже Перебивать Я Не Могу Блин Она Слишком Громкая И Ну Понимаете Да Слишком Воодушевленно Говорит Это Место Дом Настоящий Дом Для Чего Для Еще Одного Интригующего Великого Еще Одной Интригующей Великой Личности Она Говорила Что В Джейкорп Или Не помню В Дикорп Обитает Какой Великий Корректировщик Или Родом Оттуда Интересно И Там Определенно Точно Мы Найдем Сувенирный Магазин Я Всегда Мечтала О том Чтобы Заполучить Набор Из Фигурок Из Лимитированного Издания Блин Это Честно Знаешь Более Такая Ядерная Эзра Из Дон Кихота Вот Один 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 Она И Бэйджи Собирает Разных Фиксеров И Офисов Это Прям Один В Один Только Она Более Больная Да И Там Еще Есть Сид Ресторанов Знаменитая Для Эти Самые Знаменитая Своими Этими Гамбургскими Стейками Хам Хам Пэн Хам Хам Ну Кто Еще Блин Типа Это Все В Одиннадцатом Рейвене Было Роланд Там Сэндвичи И Все Такое Прочее Серьезно А Ссылочки Вы Хотите На Это Подавать Да Жизнь Стала Намного Прочнее В эти Дни Не Так Ли Когда Я Ну Типа В Прослом Да Когда Еще Была Война И Все Такое Прочее Когда Я Была На Службе Всего Все Чего Мне Хватало Это Щепотки Соли На Языке Да Она Типа Блин Как Здорово Достало Да Люди Там Гамбург Ски Мистейками Питаются И Такое Парвач А для Нех Это Норм Еда Когда Я Служила Мне Щепотки Соли Да Хватало Для Еды Хотя Это Невозможно Чисто Физически Да Говорят Я Это Прекрасно Понимаю Единственная Еда Которую Которая У нас Была Ну В ходе Плаваний Это Суп В банках Который На вкус Был Как Куски Железа Да Как Суп С топора Мне Очень Интересно Изучить Морскую Часть Этого Города На самом Деле Потому Что Ну Это Прям Ну Любопытно Другие Районы Как То Не Так Не Знаю Почему Блин Как же Я стейк Хочу Попробовать Правда Риошу Чего Риошу Хотя Забавно Что Риошу Там Булан Как Версия Этой Самой Винси Вылетел Из головы Пьер Да Из мясной И вот Лавочки Ну Вывинси Трипять Имеется Ввиду Я Типа Блин Они Говорят Про Щепотки Соли Суп На вкус Как Железа Нет Я Я Лучше Мясо Поем Да Действительно Только Представлю Насколько Сколь Много Оттенков Крови Можно Будет Встретить В этом Регионе Действительно Заставляет Меня Жаждать Я думаю Она Сколько С кровью Ест Боже Не буду Я с тобой Разговаривать Больше Эй Парень А ты Чего Хочешь Поесть Я не знаю Родион У нее Такая Личность Яркая Что Ну Вот Как-то Она Сразу К Тебе Притягивает Вот Ей Даже Главы Ее не обязательно Было Делать Чтобы Показать Насколько Она Офигенная И на самом деле С Грегором Примерно Та же Самая История Но я Вообще Не жалуюсь Так даже Лучше А он Как будто Напуган Всей Вот Этой Обстановкой Да Небудь При Синклера Глава Будет Вот Говорю Была Жит Про Него Какая Отсылка Такая В конце Предыдущей Главы Соня Гаврил Я Вот Вижу Какой-то Символ И ты Скоро Увидишь Символы На лбу Какие-то И все Такое Прочее Это Скоро Будет Совсем Скоро То Это Определенно Точно Не очень Хочется Оказываться В этой части Города Ища Кого Так кто Сможет Разделить С ней Истории Да Вот Эти Про Еду И Нормальную Беседу Провести Вроде Само Собой К Синклеру Поворачивается Он же Так Так Просто Отплясывал На столе В предыдущей Главе И тут Все Вообще Абсолютно Иначе Однако Синклер Чувствуй Чувствуй Синклер Синклер Нормально Подожди Подожди Что такое Синклер Блин Она как мама Просто такая Типа Что Синклер Ты что Плачешь Синклер Вот тебе Платочек Что такое Животик Бобо Блин Она маме Такая Просто Невероятная Прям по озвучке Он такой Бледный Стал И Говорит Весь Дрожит И как будто бы Hyperventilation Я не совсем Понимаю Что такое Но как будто бы Воздуха Ему как будто Не хватает И Сколько Это уже Продолжается Почему ты не сказал Он просто сидит Там где-то рядом Все это Подмечает И все такое Прочее С тех пор Как мастер Вергилий Упомянул Кейкорп Ага Почему ты Раньше Мне не сказал Блин Вдруг 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 он Подавился Где-нибудь Вдруг бы Он помер Блин Потому что Вы не приказывали Мне этого Говорить Боже Этот Мирсон Просто Машина Просто Машина На самом деле Знаете У меня появилось Больше каких-то Мыслей Насчет Того Кто Такой Может быть Мирсон Ну да Там возможно У него была История Своя Но Его история Это он хочет Четких приказов И все такое Прочее У него В сюжетах Ну типа Во фразах Были интересные Срочки Из разряда Того Что Я больше Не хочу Делать Никаких Суждений Как будто бы Он Судьей Каким-то Был Или наоборот Каким-то Исполнителем Или чего-то Это очень Любопытная Такая штука Но Честно признаюсь Я не знаком С историей С романом На котором Наснован Так что Ничего не могу сказать Мирсон Смотрит на меня Как будто бы Это моя вина Что я это Не сделал Для него Очевидным Просто Просто В животе Что-то Забурлило Простите Он что-то Скрывает Вот не может Такого быть Чековское Ружье Уверен Уверен Что с тобой Все хорошо Блин Он так обеспокоилась Насчет него Теперь Когда Я об этом Задумался Фауст Ян Он имеет Ввиду Что каждый раз Когда Вергилий Оглашает место Нашего следующего Пребывания Я постоянно Замечаю Что кто-то Из нас Ведет себя Странно И Ну В конце концов Оказывается Что это Связано с ним Вот это Вот имеется Ввиду Да И кроме того Когда мы Пребываем Оказывается Что это место Как-то Очень глубоко Связано С этим человеком Слушай Аданто Умнее становится Это очень Круто Он реально Это подметил Может быть Именно Поэтому Как-то Все это Связано Почему Именно Нас Отобрали Для Компании Или Чего-то Вроде Того Слушай Нифига Себе Данте Акью Показал Внезапно Вы В какой Команде Обращаетесь Когда говорите Слово Мы Че Это часть Моей миссии Определять Даже Малейшие Изменения А Нет Он Говорит Типа Чему К чему Это было Ну-ка Сейчас Посмотрим А Типа Мы Присоединились Компании Может Быть Имеется Ввиду Что Типа Вы Обратились Как Мы Типа Я Всегда Было Как будто Бы Ее Часть Или Чего-то Вроде Того Раз Что Вашего Вопроса Я Can't tell Вот Это Интересная На самом деле Фраза Потому что Она может Означать Я Не знаю Причин Деталей По которым Нас Именно Конкретно Этих Грешников Отобрали Для этого Дела Либо Can't tell Еще Может Сказать Не могу Вам Либо Это Это Очень Интересно Но Наша Тоже Грешница Является Одной Из Так Что Может Быть И Просто Не Сообщали Однако Нет Смысла Отрицать Что Точки Нашего Назначения И Предыстории Каждого Грешника Каким То Образом Связаны Это Очень Здорово Что Игра Не Оставляет Это Не Замечено Это Очень Важно Говорит Вы Блин Вы Вы Закомерный Дурни Хоть Кто Небудь Из Два Может Разговаривать Попроще Да Какими Вопросы Какими Задавать На Которые Можно Ответить Там Чисто Меда Или Нет Блин Где Это Хитро Сплетение Блин Погоди Доберемся До Главы С С Офигеешь Я чувствую Он Чем На А А А Что Она Говорит Эм Блин Как бы то сказать Быстрые Суждения Не Всегда Верны Вот Чего То Вроде Того Только Она Еще Это Более Умным Языком Сказала Пауз Просто Адаптируется Максимально К Максимально Эффективной Коммуникации В данной Ситуации Я Могла Еще Более Хитро Сплетенно Разговаривать Я Уже Прощаю Для Вас Говорит Хистер Че Блин Она Как она Сказала Блин Я чувствую себя Глупым По сравнению С ней Хистерион Ну типа Короче Забей Хитлим Просто Забей То Что Ты Не Можешь Понять То Что Говорит Пауз Говорит Только Твоей Необразованности А Не Насчет Того Что Пауз Какая Ты Слишком Заумная Боже Какая Смешница Какой Ужас Боже Как Ты Бесишь Меня Вот Ему Нехорошо Вот По Какой Причине Прямо Когда Хитлим Начинает Ити На Фауст И Его Ну Бита Заносится В ярости Синклер Внезапно Начинает Труин Up На 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 Типа Его Рвать Начинает Или Он Просто Рух И После Этого Все Замирают В Локомотиве Мгновенно Блин Это Нифига Себе Тизер Невероятный С ним Что-то Не так Он Как будто Были Либо Слишком Напуган Тем Что Мы Встретим Здесь Либо Какие-то Воспоминания Либо Ему Реально Нехорошо Ну Ему Понятное Дело Нехорошо Но По Какой Причине Блин Может Быть Блин Может Давайте Раз Это Ну Первая Серия Спустя Такое Время И Она Идет Чуть Больше Часа Давайте Сделаем Серьезно Так Может Быть Не будет Раз Грешников В этот Раз Ну Просто Потому Что У меня Как-то Маловато Времени Конкретно Сейчас А к Следующей Серии В Разы Вернуться Но Мы Посмотрим Еще Один Хотя Б Сюжет Сейчас Давайте Я Такой Что Не Против Инспекция Ну Типа Осмотр Шестнадцатый Левел К Всеобщему Удивлению Нам Сказали Что Точка Нашего Назначения Это Гнездо К Корп Угу Вся Процедура Которую Мы Должны Пройти Чтобы Попасть В Гнездо Внезапно Оказывается Очень Сложной Я Вот Про Это И Говорил Как-то Очень Просто Мы Или Мы В Гнезда Не Попадали Когда Были В Районе Д Корп И Место Назначения Находится Реально В Гнезде Там же Реально Пропуска Нужны И все Такое Прочее Мне Вот Постоянно Было Интересно Как Это Все Работает И Попередность Наших Ребят И В Каком Порядке Они Будут Получать Новые Слоты Внизу И Все Такое Прочее Но Опять Для Чего Это Нужно Если Все Одноклеточно Проходится Опять Я Это Скажу Вот Так Что Просто Выберем Более Или Менее Эффективную Команду Вот То Что Мы Делаем Вот Здесь У Получается То Я Так Уже Эту Команду Делал Довольно Часто То Здесь У нас И Чарджи Есть Да Которые Еще Догоняются С Р Корп Хитклиф Например Да И Там Рапчеры По-моему Неплохо Работают И Урон Слэшем И Поис Подкручивается Вот Отсюда То То Как Для Себя Вот Это Вот Но Мне Говорят Что Вот Эта Идентичность Фауз С Дабл Корп Одна Из Самых Слабых И Я Короче Такой Который Типа Да Точно Точно Я Как-то Не Чувствую Ну Я Этого Не Чувствую Потому Что Я Не Играю Насерьез Мы Ее Можем Конечно Даже Повысить За Десяточку Мне Скажете Нафига Можно В шарды Смотри Нити Перевести А Так Подожди Мы Теперь Можем Нити А В шарды Какого Так То Это Намного Облегчает Получение Шардов Так Кстати Насчет Этого Бак Бак Какой-то Появился Да Еще В Экзавейшн Было бы Неплохо Сходить Сегодня Чтобы У нас Прокачка Шла Я Куда Хотел Посмотреть Я Хотел В театр Быстро Заглянуть Эм Вот Это Вот Что Такое Типа Три Пять Закрыть В смысле Или Оно Откроется После Полного Третьей Главы Я Вот Не Совсем Понимаю Открывая Забасты 351 А Когда Очень Странно И Вот Насчет Раз Мне Тоже Интересно А То Есть Это Вот У Него А У Него Прям Отдельная История Это Вот Она Вот И Была Вау Хорошо Напишите Насчет Истории Вам Нормально Будет Если Я Буду Это Прям В сериях Делать Или Ну Было бы Неплохо Это Отдельными Видосами Заливать Доп Контент Типа Или Вам Вообще Пофиг Такое В принципе Тоже Возможно Окей Ладно Продолжим Наш Наш Путь Я Сломал Черт Я Че То Сломал А Нет Все Кого Возьмем Последним Я Даже Не Знаю Я Я Ну Вот Поиск Кстати Повышается Здесь Короче Пусть Будет Было бы Больше Загрузочных Экранов Здесь Было бы Как-то Это Самое Через Какое-то Время После Ситуации С Синклером Когда Мы Все Уладили К слову Ты же Имел Ввиду Подворотня Одиннадцатого Района Когда Упоминал Гнездо К Корп Или Что Нет А вот Это Скорее Всего Реально Кажется Первая Гнездо Которое Мы Посетим Потому Что До Этого Мы В Подворотнях Ходили Да Я Как-то Не Уточнил Этого Раньше Потому Что Как-то Все На Нервяках Были От Этой Ситуации Я Редко Говорю Не то Что Хочу Сказать Практически Никогда То То Что Я Говорю Так Оно И Есть Я Знаю Что Я Собираемся Прям В Гнездо Войти Да Да Это Процесс Эмиграция Так Подожди А мы Не можем Просто Гнездо Посетить Или Или Так Не Работает Какую То Временную Визу Там Получить Или Чего То Вроде Того Да Блин Игра Понимает У меня У меня Нету Например Визы Кейкорп Эм Ты же Ну Не собираю Ну Типа У нас Жить Не должно Быть Раньше Вот Это Вот Имеется Ввиду То Нам 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 Же Не Говорили Да Что Мы Должны Их Получить Для Чего То Вроде Того Подожди Че Че Ты На Меня То Смотришь Подожди Что Имеется Ввиду А Типа Только Не говорите Что У Каждого У Всех Остальных Она Есть Я Смотрит На Хитклиф Типа Че У Хитклиф Тоже Есть Решение Простое И Ай Что Такое И Следи За Ди И Эр Пока Мы Проламываем Оборону Слушай Она Такая Просто Ну Просто Ей Наплевать На Правила Так Что Еще Расскажу Неудивительно Что У Нее Просто Все Пальцы Подворот Подворотин Это Враги Чувствую Не Только Они Типа Просто Прошибаем В лоб Оборону Гнезда И Все И Получается Сидер Блин Как ей нравятся Ее игры Слов Которые Никто Не Понимает Эх Что Бы Эта Эксцентричная Бревиатура Решу Не Значила Грешники Уже Все И Не Спрашивают Че Это Им Всем Наплевать Ну У нас Вроде Большая Компания Мы По идее Бесплатный Должны Пропуск Получить Нет Интересно Капец Это просто Такая Вертикаль Богатство И влияние В этом Городе Что Обычные Жители Даже Ветераны Войны Вроде Роланда Не Могли Получить Пропуск А то Типа У нас Большая Компания Настолько Большая Что Любым Сотрудникам Полагаются Карточки С Неограниченным Бюджетом И Пропуски В гнездо Это Блин Вообще Как-то Дико Не говоря Уже о том Что Проламываться Напролом Да Метод Который Предложил Ариоши Он Века Целый Займет Угу Ты Вообще Недооцениваешь Гнездо Которое Активно Управляется Крылом Ты че Вообще Не понимаешь Против Кого Ты Выступаешь Или Чего Да Еще Никто Не принимает Наверное Во внимание Насколько Сильно Мы пострадаем Во время Этого Сидор Плана Наверное Да Всего 12 К счастью Никто Из Грешников Вообще Мне Даже Не отвечает Будто Никто Не слышит Что Я говорю Из Измайли Да Как И Сказала Измайю Мы Сможем Пройти Процесс Иммиграции Без Визы Да Компания Лимбус У нее есть Связи Много Где Просто Компания Из Ни Откуда Это Очень Сранно Я Вообще Не Удивлюсь Если Какая Ни Диас Реальная Во главе Этого Лимбуса Находится С ее Кучей Денег И Влияния Вообще Неудивительно Будет А А А Шир Холдер Я Вот Не Совсем Знаю Это Типа Слово Которое Означает Связи С С Тоже Только Подожди Шир Холдер Просто Мне Интересно Акционер Держатель Акций Типа Может Быть Вы Знаете И Типа Представительство Из Х Корп Табавно Если Хонду Эч Да Из Х Корп Из Какой Нибудь Или Чего То Вроде Того Из Богатой Семьи Ну Понимаете Может Быть Они Однажды Лично Посещали Наш Дом Потому Что Мой Младший Брат Настоял На Тому Что Он Хочет Красный Паспорт Пусть Он Был Ребенком Чего Вот Так Просто Я Не Знаю Я Обычный Скромный Гей Который Который Просто Занимает Ту Позицию Которую Он Занимает Знаю Не Больше Не Меньше Чем Пол Ушина Вот И Все Мне Вот Интересно Против Кого Мы Сражаться Будем В Похоже Это Не Тот Вопрос На Который Стоит На Ходить Ответ Да Блин Жестко Жестко Блин Мужик В общем Все Что Нам Остается Это Добраться До Пропускного Пункта И Все Да И Скорее Всего Там Будет Огромное Количество Людей Которые Жаждут По Простому Попасть В Гнездо И Скорее Всего Будут Те Которые Хотят Получить Проход Силой Да То есть Прорваться По пути Сидор Которые Там Это Самое Решу Наметило Но Это Будем Не Мы Я Слышу Каких-то Людей Рядом С Автобусом Да Это Вот Как Обычные Бандюганы Из Первой Главы Окружают Автобус Типа Давайте Нам Все Что У вас Есть У вас Есть Пропуска Или Чего То Вроде Того Боже Мы Что Прям 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 В локомотиве Заражаться Будем Или Чего Ну Мы Выйти Должны Или Нет Или Нет Да Мы Вышли Это Очередные Бандюганы В очередных Подворотнях Мне кажется Или В этой Главе История Научилась Баланс Какой-то Держать В А Это На дороге Окей Баланс Какой-то Держать Между тем Что В сюжетных Главах И В боевых Главах Чтобы Не было Такого Как Ну В начале Второй Главы Где Дофига Сюжет А потом Все Очень Быстро Происходит Это Хорошо Но Все Это Просто Бандиты 16 Левелов Хулиганы Я Просто Даже Думать Не Буду Чем Нафига У них Даже Просто Способности Никаких Нет Особенно И Пассивок Скорее Всего Тоже Это Просто Чуваки Ну Типа Смысл Но Это Интересно Тобишь Мы Начинаем Наше Новое Приключение Мне Говорили Что Вроде Как Эта Глава Будет Еще Даже Больше Чем Приведущая Но Не Скажу Что Приведущая Глава Была Какой-то Сильно Большой То Бишь Мы Прошли Первую Главу За Девять Серий И За Одиннадцать Серий Прошли Вторую Главу Может Быть За Двенадцать За Тринадцать Пройдем Эту Я не знаю Мне Говорили Что Вся Четвертая Глава В ней Будет Столько Текстов Треть И Это Меня Очень Сильно Напрягает Если Честно Ну И Да Опять же Никто Не Говорил Что Сюжет Может Не Быть После Боя Да Блин Как я Давно В эту Игру Не Заходил Что Прям Что Прям Жесть Прям Это Странное Такое Ощущение И Да Тут Реально Есть Что Это Такое Невероятная Чудесная Расчудесная Парковка Харон Прямо Здесь Она же говорила Что Не Знаешь Что Такое Парковка Разве Нет Или Она Чему То Научилась Кока Харон Скок Кока Хоп Паркинг И Типа Вжух На Дрифте Это Самое Припарковалось Ладно Сваливайте С Локомотивом Время На КПП Пройти Да Окей Да И В случае Если Типа Говорят Проясню Да Если Это До Сих Пор Непонятно Давайте Ка Да 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 Типа Как В Прошлом Не Надейтесь На Свою Удачу Да Что Вы Все Сделаете Максимально Неблагоприятно И Вам Просто Повезет Блин Потому Что В этом Конкретном Месте Так Не Работает Ладно В Диких Подворотнях В Непонятных Местах При Более Слабом Сопротивлении Типа Говорит Как будто Бо Игрокам Проломывает Четвертую Стену Дальше Будет Женще И Научитесь Играть Мать Довольно Угрожающими Угрожающими Но Несмотря На Все Блин Это Так Реально Чекпоинт Кейкорп Мы Приветствуем Всех Посетителей Гнезда Кейкорп С Ну Типа С Открытыми Руками Да Вот Только Попасть Сюда Невозможно И Какая Музыка Из Киберпанка Начала Играть Блин То есть Мы Просто Приехали Как будто Бо Знаешь В Серьезное Место Уже Пожалуйста Встаньте В очередь Когда Вы Сюда Заходите И Ждите Дальнейших Инструкций Офигеть Это Как будто Бы Вокзал В Токио В каком Нибудь Да То есть Прямо Все Такое Чистенькое Висят Вот Эти Вот Ну Как Аэропорт Даже Скорее Да Какой То Вообще Стиль Абсолютно Другой В этом Месте Вау Реально Киберпанк Какой-то Пошел Угрожающая Да И такая Подавляющая Атмосфера Которая Может Подавить Нрав Любого Посетителя Который Сюда Прибывает В первый раз Какими-то Может Дурными Намерениями И грешники Не исключение Они сюда приходят Как бы Чувствуют Что атмосфера И место Обязывает Не высовываться Типа того Я Все еще Слышу Как Тяжело Дышит Синклер И за ним Следуют Родзи И Грегори Успокаивают Его Просто Чистая Семья Блин Собралась У нас Родзи И Грегор Такая хорошая Пара Блин Серьезно Я буду шиперить Их до Скончания Веков Просто Они так Хорошо Раскрылись И они так Типа Над Синклером Ухаживают Как будто Типа Ну сына Давай И не это самое Не кипишой Это так Мило И Любые мои Вопросы На них Отвечают Покачиванием Головы То Типа Люди Которые Здесь Они Типа Блин Что-то Какой-то Странный Тип С часами Вместо Головы Или Игрешники Которые Типа Сейчас Не Время А Вергилий С нами Снова Не Пошел Я Так Понимаю Подожди Так это же место Гораздо Более Серьезное Чем Какое-то Там Казино Может Там Подмогу Какую-нибудь Пожалуйста Если мы здесь На косячем Я чувствую Это будет Серьезнее А Он Серьезнее Ля Нифига Там Джаггернауты Стоят Блин Как мило Видеть Как вы Послушно Выстроились В линию Хорошо Тебе Ведете Да Прямо Как Группа Цыплят На Выгуле Нифига Тебе Там Солдаты Прям Стоят Вообще Офигеть Стилек Которого Я не Ожидал В этой Игре Увидеть Подожди Почему Ты Почему Он С нами Пойдет Что Ли Подожди Сысли Почему Ты За нами Пошел В этот Раз Заметив Мою Странную Реакцию На Неожиданную Компанию Вергилий Начинает Говорить Потому Что Это Гонит До Данте Да Вот Если Вы Тут Накосячите Тут Будет Такое Да 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 Если Кто Небудь Из Вас Тут Накосячи Да Данте Ответственность Будет Слишком Велика Лежит Тебя Одного О Это Круто Это Хорошо Ну Раз Вергилий Так Это Ставит Да Учитывая То Что Мы Не Совсем Надежная Команда Просто Знаешь Как Стражи Галактики Команда Которую Мы Не Заслуживаем Вот Только Нас 12 Которые Как Выполняют Задачки Сикось Накось Это Звучало Как Будто Вы Недостаточно Надежными Являетесь Чтобы Вас Без Надзора Отправлять Но Это Правда Так Есть Но Я понимаю Что Лучше Придержать Эти Слова При себе Потому Что Ну На части Прав Вообще Окей Это Интересно Это Блин Вызывает У меня Желание Продолжить Прямо Сейчас Конечно Но Давайте На этом Остановимся Пока Что Вот Фиолетовый Это Снова Будет Сюжет Блин Ладно У меня Ломается Картинка Здесь Давайте В Люкс Квейшем Сходим Просто Чему Бы Нет Смотри Прям Реально Нифига Се Там Реально Солдатня Такая Стоит Прям Чисто Росгвардия Прям Реально Как Спецназ Ну Не Спецназ Ну Понимаете Да Мирот Ну Не Мирот Ворд Ну Вы Поняли Короче Реально Гвардейцы Такие Современные Я Это Делаю Ради Баттл Пасса Сейчас Если Что Ну И Чтоб Немножко Опыта Получить Тоже Само Само Собой Можете Пока Ваши мысли В комментариях Написать Насчет Моего Возвращения К игре Что вы думаете Насчет Этой Главы Ну Она Еще Толком Не Началась Конечно И нам Предстоит Очень Долгий Путь Само Собой И В отличие От Всего Что было До Игра Скорее Всего Решила Нам Не Спойлерить Наш Путь Как Допустим Можно Было Во второй Или Первой Главе Просто Пролистнуть Картинку И Посмотреть Куда Мы Двигаемся Потому Что Пока Что Непонятно Так Что Это Будет Реально Интригующе Ну И Да Не Забывайте Насчет Звука Писать Потому Что Мне Реально Интересно Стал Леон Хуже Лучше Может Быть Слишком Тихо По Сравнению С Игрой Пишите Я Это Все Учту Ну Или Громко На Наоборот Потому Что Я Реально Нагласно Бросал Все Настройки Понадеялся Что Все Они Примерно Равны Тому Что У Нас Было Раньше Понадеялся Что Мы Примерно Таких же Условиях Как и Раньше Находимся В общем Пишите Редкий Раз Когда Мы Видим Ретранслятор Образов Пауз Надо Катау Ешка Довольно Годная Но Нужно Прокачивать Выше 20 Левел Наших Ребят Просто Все Настолько Автоматически Идет Я Че-то Как-то Отвык От В общем Таких Ну От Таких Длинных Линей Внизу Блин Она Еще Больше Стала Кому Это Максимальный Размер Ну Или Кому Да Ну А что Касается Мирор Данженов Ну Напишите Тоже Кстати Сейчас Там Присутствуют Штуки Из Четвертой Главы Блин Если Да То Серьезная Игра Ты Вот Так Будешь Со мной Поступать Отказывать Мне В Мирор Данженов По факту Потому Что Я Не хочу Себе Спойлерить Какие Моменты Оттуда Это Прям Ну Такое Ну Еще Мы Неплохо Двигаемся Просто Вот Так Вот Раз Первой Серии Второй Левел Обам Так Вот Можно Буквально В каждой Серии Получать А что Касается Игра Шардов Мне Прямо Интересно Сколько Их У Меня Стало Гайд По Сезону Появился О Смотри Типа Из разных Сезонов Можно Брать Обмен Нитей Но У Меня Стало Гораздо Меньше Нитей Конечно Но Теперь Можно Просто Нити Превращать Я так Понимаю В осколки Любого Грешника Очень интересно Как это работает А нет Мы наоборот Превращаем Осколки В нить А чё Не наоборот А чё Не наоборот Что ли Отдой Ну ладно Это по моему Было Очень Такое Неплохое Начало Да Жуха У нас Нету И у нас Нету Энкифалина Да Конечно Я немного Отвык Записи Видосов Но Надеюсь Что Всё Получилось Неплохо Обязательно Ещё раз Обо всех Вещах Которые Я просил Пишите В комментариях Будет очень Важно И полезно Это узнать Разумеется Ну а если серия Вам понравилась Разумеется Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Ставьте колокольчик Чтобы ничего Не пропустить Снова говорить Начнёт Я это уже Наперёд Блин знаю Ну и Залетайте на стримы Или смотрите Записи Трансляции Если Вам это удобно Мне бы этого Очень хотелось Да и было бы Очень приятно Большое спасибо Всем бустерам За то что поддерживаете Ранний выход Контента Я вам Реально очень Сильно Благодарен Ну и ребятам С ютуба Тоже Просто ребятам С бустер Немножко Больше Ну а если Вы тоже Хотите Поддержать Канал И увидеть Кучу Контента До того Как оно Выйдет На ютубе Все ссылки Есть в описании Под видео В шапке Канала Или в описании Канала Где вам удобнее Там же И ссылки И на Твич И на дискорд И на группу Вконтакте Вот всё Всё Вы там Найдёте Окей Ребят Я надеюсь Что у вас Всё Хорошо Мы с вами Увидимся В будущем Всем удачи И всем пока